Сразу поприветствую. Глава Денцовского округа встретился с женщинами, чьи сыновья принимают участие в специальной военной операции. После вручения цветов и подарков ко дню матери, беседа за чашечкой чая в тихом уютном кафе. В ходе разговора руководитель муниципалитета поинтересовался впечатлениями жительниц от посещения Центра поддержки семей мобилизованных. Для нас больших или маленьких вопросов нет. Мы готовы заниматься и мелочью, и сложными проблемами. И, как говорит президент, и губернатор, окружить вас максимальной заботой, вас, ваших родственников, семей, чтобы ни жены, ни матери, ни дети не сталкивались с какими-то серьезными проблемами, сложностями. Одна из мам военнослужащих поблагодарила за помощь в решении вопросов с кредитной организацией. Центр проконтролировал, чтобы сотрудники банка связались с бойцом по месту несения службы и помогли разобраться с получением выплат. Я вот решила пойти в Центр поддержки. Спасибо, Ватериня. Я как раз пришла и рассказала ситуацию. И мне сказали, что хорошо, что вы пришли. Завтра банк выезжает. Он сейчас, это Белоруссия. И вот мне пришел ответ, что его там нашли. Мне нужно подключаться. Кроме того, на встрече Андрей Иванов сообщил, что муниципалитет проработает алгоритмы организации бесплатного проката спортивного инвентаря в окружных парках для родственников мобилизованных. Нужно подумать, либо мы какую-то карточку выдадим, либо мы всем парком разошлем какие-то там пароли, которыми вы можете пользоваться. С детьми вы придете взять лыжи в прокат или санки, или на горку, или на каток. Для вас все будет безумно. Женщины сердечно поблагодарили за оказанную поддержку Андрея Иванова, руководителя Центра помощи семьям мобилизованных Ирину Баженову и окружных депутатов-единороссов, которые дежурят в Центре. А также попросили главу муниципалитета уделить внимание реабилитации бойцов по их возвращении домой. Я могу помогать им восстановиться реабилитация. Мы уже готовились. У нас уже 13 бойцов в Одинцовской больнице на реабилитацию встали. Сейчас мы закончим Занегородскую больницу с ремонтом к концу года. Напомним, что Центр поддержки семей мобилизованных граждан работает ежедневно с 10 до 19.00 по адресу Одинцова, Можайское шоссе, дом 71. Обратиться за помощью можно не только лично, но и по телефону горячей линии по номеру 8495-181-90-03. Полина Толмачева, телекомпания Одинцова.